Камбоджа, как я понимаю, как мы все понимаем, страна веселая. И при наличии денег там можно выйти из тюрьмы, что господин Полонский и продемонстрировал. То есть там, видимо, правосудие, оно такое же покупное, как часто бывает, к сожалению, у нас в России. Но меня в этой истории с Полонским беспокоит другое. Известно, что господин Полонский обманул тысячи вкладчиков в России. Люди, которые внесли деньги за квартиры, которые он обещал построить, оказались и без денег, и без квартир. То есть фактически обмануты тысячи людей на многие сотни миллионов, а может быть даже на миллиарды рублей. У меня возникает вопрос, почему наша прокуратура, почему наш следственный комитет не объявляет господина Полонского по-настоящему в розыск? Почему мы не предпринимаем усилий для того, чтобы вернуть его в Россию и спросить с него по всей строгости закона? Где деньги? Где квартиры? На какие такие деньги он так весело живет в Камбодже? На какие такие деньги он там чуть ли не остров купил? Нам сейчас по телевизору все это показывает. То есть меня очень мало при всем уважении. Ну, скажем так, не очень сильно волнует судьба камбоджийских моряков. Я думаю, что Камбоджа с ними разберется и с ним. Меня волнует судьба российских вкладчиков, которые обмануты господином Полонским. И я считаю, что должны быть приняты меры по его возвращению, по возвращению денег, если они выведены из страны, по их конфискации и по возмещению ущерба вкладчикам. Вот это я считаю в этой истории самое главное. Продолжение следует...